Всем привет, мои дорогие друзья! Я сегодня к вам со слепыми затестами. От вас, от моих зрителей, огромная вам благодарность за то, что вы мне присылаете на знакомство, на слепые затесты, ароматы. До этого у меня тоже девчонки присылали несколько раз. Я с удовольствием ознакомлюсь. Не всегда я, конечно, все указываю, но это такая игра, это классное знакомство без предвзятого мнения, познакомиться с ароматом, повеселить вас. В общем-то, сегодня у нас с вами развлекательный контент. Посылку я сегодня забрала. На работе я достала ароматы. Я с ними познакомилась, нанесла на блотеры. Быстренько накидала себе вот сюда уже подсказку. Ну, какие первые. Не то, чтобы подсказку, свои первые ощущения. И сейчас блотеры, кстати, какие вот были на работе. Один даже, вот видите. Ну и сейчас мы с вами вместе. Вот они у меня закрытые. Ответы. Мы сейчас с вами будем открывать, смотреть. У меня есть кое-какие предположения на этот счет уже. Мне кажется, даже, мне кажется, почему-то, что 2 или 3 аромата я, возможно, даже угадала. Почему я так думаю? Один из ароматов, ну, во-первых, он очень понятно мне дался. И подборка такая, вроде 5 ароматов, но они все такие вот разные, да? Так, друзья мои, ну что? Начинаем слепые затесты. Я сейчас возьму новые блотеры. А может быть, это же со старыми? Нет, наверное, давайте я буду со своими старыми. То есть, на которые я сегодня их уже наносила. Так, ну, друзья мои, давайте начинаем слепые затесты. Сейчас мы с вами откроем вот эти прекрасные ответы, чтобы я один раз пошуршала и больше не шуршала. И будем уже с вами открывать и пробовать, что же в них такое. Так, друзья мои, 5 ароматов. Так, первый. Я себе вот здесь что-то подписывала, и у меня есть бумажка, так сказать, мои наброски, что я здесь сразу ощущала. Ну, и сейчас мы с вами будем, значит, обозревать вот эти слепые затесты. Первый отливантик. Мне на самом деле интересно. Ведь я помню этот аромат, он как-то меня поддушил сразу. Первый аромат. Ну, во-первых, судя по всему, судя по жидкости, да, она темная. И на самом деле, можно уже даже сделать выводы по поводу цвета самого парфюма. Что, во-первых, он насыщенный. Я буду говорить вам, что вообще я о нем написала. Я написала бальзамический. И первое таких впечатлений, что это такая какая-то пожухлая осенняя композиция. То есть, вот первое, что у меня в голову пришло. Что я здесь чувствую? Во-первых, это очень пряный аромат. Чувствую здесь, есть какие-то смолы. Может быть, это смола мира. Знаете, такое, что-то как будто специи. Возможно, здесь есть кориандр. Палисандр, либо кориандр. Что-то такое, какая-то пряность. Что-то такое. Понимаете, о чем я говорю? Смольный. И знаете, как будто некоторые, как будто камфорность есть. Вот что-то такое. Может быть, почули. По цветам. Я себе написала, что здесь есть белые цветы, такие жирные, немножечко такие вычурные. Что это может быть? Возможно, такой же асмин. Он не сладкий. Либо тубероза. Вот что-то из этого. Точно, ну, что-то такое жирное, белоцветочное. То есть, такое насыщенное, такое прямо ух. Это на амброво-мускусной подложке древесный, пряный, теплый аромат. Даже я себе здесь писала, как будто мне немножечко вот ментоловость отдает. Что-то такое ментоловое. И знаете, мне этот аромат, вот на мое такое усмотрение, что для меня это кажется, на что это похоже. Это очень сильно похоже на аромат Тартуфа от Бракар. И, возможно, даже это он. Звучит это пряно, унисексово. Такой, ну, весенний, сложный для меня какой-то вот аромат. Ну, на осень я такое представляю. Вечерний, осенний, какой-то немножко такой грустный, что ли. Ну, вот то, что я вам написала. Больше я здесь ничего не ощущаю. Смольный, бальзамический, пряный, амромускусно-почулевый и белый цветочный аромат. Да, смола какая-то точно вот. Мира, не знаю. Я по смолам не очень ориентируюсь. Давайте посмотрим. Откроем первый. Первый, первый, открываем. И что себе здесь писала на нем? Ну, в общем, я вам все сказала, что я чувствую. Давайте открываем первый конвертик наш. Ух ты, тут, аж на двух листах мне написали. Так, это аромат квадри Iconic от Boucheron. Я с ним не знакома. У меня есть фланкер этого аромата и он цитрусовый. Ну, я вообще, честно, не ожидала. Так, что же здесь? Кстати, амра туберозна. Я, кстати, на момент видео уже буду знать, что это за аромат. И в конце, когда я буду редактировать все пирамидки, вы увидите, да? Так, ну, имбирь, розовый перец и мандарин. Ну, изверха я вообще ничего не назвала. Ну, кстати, смольный, вот этот перуанский бальзам, ну, вот что-то такое, вот знаете, вот я имела в виду, вот это, это, если вас я правда, тубероза, черной смородины, абропачули. Ну, ладно, в чем-то я догадала. Дайте, я, кстати, сравню, с чем его сравнивают. Может быть, его сравнивают с тортурфом, с этим, не знаю. Квадро, бушерон. Очень мне интересно. айконик, да? Потому что, на самом деле, некоторые ароматы, они друг друга как-то повторяют, как-то что-то пирамидки, на что-то похоже бывает. А квадро, айконик, бушерон для женщин, кстати, 3,9 рейтинг. Так, сравнивают этот аромат у нас. На первом месте это Том Форд. И, кстати, вы знаете, линтердит, кокаин, ну, с франкбакля, кокаин, мне, кстати, не пахнет срам. Кстати, его сравнивают с тортурфа. Дали на первом месте, но все-таки сравнивают. Мне он чем-то тоже напомнил тортурфу от Бракар. Такой осенний, интересный аромат, очень даже бюджетный. За сотку 500 рублей можно купить. Аквадро, айконик, стоит, ну, где-то 3,5 тысячи на скидочках, да. Можно посмотреть. Ну, что, друзья, мы сейчас с вами, в общем, пишите, как я справилась, не справилась с первым ароматом. На самом деле, я удивлена, с этим ароматом я была незнакома, но отзывы у него были не очень такие. Все писали, что он ретро, такой тяжелый, да, что-то такое есть. Ну, возможно, типа чули, вот этот вот бальзам, вот смольность, что-то вот здесь такое дает. Ну, а сейчас второй аромат, друзья мои, второй аромат, я точно знаю, что это. Почему знаю? Ну, во-первых, сам аромат легко, так сказать, очень угадывается. Мне кажется, даже кто не знаком с парфюмерией, угадает этот парфюм. А во-вторых, мы общались с автором, кто мне прислал, и мы говорили про этот аромат, и в принципе, я знала, что он будет в подборке, и его было нетрудно угадать. Это великолепнейшая сирень, влажная сирень от Bracard. По-моему, этот аромат называется «Сирень после дождя». Я сто процентов уверена, что это он, даже, ну, потому что другого, может быть, конечно, это какая-то другая сирень, но мы просто про этот аромат говорили, что он будет, скорее всего, в этой подборке. Я снимала ролик про свои сиреневые ароматы, мне очень нравится эта нота сейчас, нравится, как она обыграна в разных ароматах, и это, кстати, звучит просто потрясающе. Я, когда на работе распылила на себя, это звучит, знаете, как я себе охарактеризовала натуральная провинциальная сирень. Знаете, даже вот без городского налета, реально такая в деревне вот куст сирени. Это очень натурально звучит, это невероятно красиво, он такой, знаете, пудровый и немножко такой влажный, и здесь мне как будто бы даже еще мерещится белый, не жасмин, ландыш, вот подснежник. Очень красиво, да, провинциальная сирень. Я себе написала, что я здесь слышу, ландыш, бергамот, жасмин, возможно, пудровый он, и немножечко сладкий к базе, может быть, ваниль, может быть, ну что-то, не знаю. Такие ароматы мне сложно разбирать, в целом, это про красивую сирень. После дождя, когда она цветет, в самом таком расцвете, вот прямо, только прямо вот распустились, и прошел дождь, и вот эта немножко пыльца разлетелась, и даже вот пахнет вот этой пыльцой с сиреней. Очень красивый аромат, стоит он рублей 350. Я видела на ВБ недавно, я просто себе хочу несколько ароматов от этой коллекции, но нет ни одного. Это потрясающе звучит. Единственное, что отмечу, я нанесла его на себя. Я сегодня, в принципе, была в аромате от Семьяки, тоже вот сирень, показывала это в самом телеграм-канале в аромате дня, и они, но они, кстати, не похожи, там тоже сирень влажная, но, конечно, отличаются, но это правда классно звучит. Стойкость не сильно, вот на мне прям оказалась стойкая, 3-4 часа, и я перестала, да, вот я себе наносила на руку, я перестала его себя ощущать. Ну, за 350 рублей, там, по-моему, сотка в этих ароматах, можно поливаться и наслаждаться. Это прекрасный аромат, это прям вот, ну, 10 из 10, это вроде просто, но очень красиво. Кто любит сиреневые ароматы, я думаю сюда. Ну, я думаю, что я точно не ошиблась, даже вот, насчет этого аромата, я точно уверена. Ну, если это не какая-нибудь другая сирень, но я уже так, сирень вижу, сирень. Миндаля в старте, пирамида потрясающая, очень хороший аромат, вот прям сейчас, это вот, классно. Спасибо большое, что вы меня с ним познакомили, мне писали в комментариях под моими роликами, что это действительно красивая композиция, и она действительно очень красивая. Давайте теперь приступим к следующему аромату, третья композиция, где тут мой блотер был с ним. Тоже понравилась мне эта композиция, но по нотам так я себе кое-что накидала, даже, видите, я себе писала, что я здесь чувствую. Третий сэмплик. Третий сэмпл это цитрусы, мандарины, апельсины, лимон, кумкуат, возможно, сладкие апельсины, такие яркие, сочные, позитивные, очень взрывной аромат на тему цитрусов. И потом у меня взыгралась такая моя фантазия. Я представила, что, возможно, это, я, кстати, не сравнивала, у меня есть аналог мандарины базилик от Герлен, Аквальегория, я не стала их сравнивать, я пришла домой и сразу стала снимать ролик. Что тут из такого направления? Он, кстати, легкий, возможно, это какой-нибудь аквакалон. Я здесь даже могу додумать, может быть, манго, какие-то такие тропические ноты. Я вот себе писала, здесь цитрусовый, пряный, травянистый, возможно, здесь есть амбра, потому что он сладкий. Я написала, что мне похож на мандарин базилик либо что-то вот с манго такое, травянистый, сладкий, свежий, цитрусовый. Может быть, сердце тоже какой-нибудь жасминчик так и прибежит, какой-нибудь амбак сладенький, амбровый. Вот и все, что я про него написала. И я себе его характеризовала коротко, сочный тропический коктейль, вот такой. И, кстати, да, он тоже легко быстро выветривается. Я, кстати, да, я не говорю про какое направление. это такой аромат как колонии, свежий. Ну, в поводу люкс или бюджет сложно сказать. Возможно, это что-то бюджетное. Вот, знаете, я вот уже его не ощущаю. Но звучит это прикольно. Если это недорого стоит, то по звучанию у них и можно, а он действительно приятно, так, позитивное, такое летнее настроение. Вот, на прогулку, там, не знаю, по парку. Вообще, такой девчачий классный аромат. Женский, может быть, унисекс. Я вот не знаю, по поводу мужчин, чем они пользуются. В моем окружении мало мужчин, парфюмерно увлеченных. В общем-то, давайте смотреть, что это за аромат. Абсолютно не знаю, что, но вот я предположения свои сказала, что это может быть. Да вы что? Три. У меня есть этот аромат, друзья мои. У меня он вообще не так пахнет. Это им, кстати, вообще, здесь да, цитрусы, а тут роза. Ууу, вот это меня поймали. Ну, благо я угадала, что здесь есть лимон, апельсин, грейпфрут, бергамот, зеленые ноты. В сердце, кстати, есть роза, ну, вы все это видите, жасмин, это ж надо же. И даже амбру в базе я назвала. Слушайте, ну, это очень круто, потому что для меня это, так сказать, бюджетный люкс, он у меня есть, но на себе я его ощущаю, знаете, вот не так. Я на себе его ощущаю больше, как будто это лимон с розой, такой кислый, а вот в слепом затесте сейчас мне он показался как будто бы прямо сладкий. Знаешь, не путаю, это рулье роз 2, да, у меня есть аромат, да, вот так здорово, надо достать, кстати, его. Супер, супер, классная подборка. Аромат номер 4. Аромат номер 4. Так, что тут у меня от него осталось? Угу, аромат номер 4. Помню, наносила на себя. Я себе записала яркий, бело-цветочный. Это явно аромат, знаете, на тему яркого жасмина. Здесь ощущается яркий, бело-цветочный букет. Яркий, вот такой. Так, что я себе здесь писала? Здесь я писала, что я ощущаю. Ну, бергамот, что-то на старте, возможно. Бергамот, жасмин, мускус. Я писала, тубероза земляничная под вопросом. Цитрусовый, бело-цветочный, мускусный аромат с амброй. Так, знаете, здесь, здесь явно аромат про жасмин. Он мне сначала чем-то напомнил аромат, знаете, что, принцессу от лотафы красную, такой яркий, немножко индолистый, такой громкий жасмин, такой пышный, такой прям вычурный. И вот амбра-мускусная что-то такое тоже. Но не не восточная, а вот бело-цветочный аромат. Флюр-доранш еще, кстати, возможно, тут еще и флюр-доранш, либо жасмин, либо флюр-доранш, что-то такое тоже жирное, такое, бело-цветочное, такое, помпезное. Ну вот, я сказала, на что мне приблизительно это похоже. И нотки я вам свои назвала, которые я здесь ощущаю. Давайте посмотрим, что это за аромат. Ну я такой где-то уже слышала. но у меня такого возможно нет. О, это Жордани Голд Эссенза, это от Арифлея. И да, он бело-цветочный, цитрусовый, древесный. Ну, кстати, я с ним не знакома. Эссенза. Жордани Голд Эссенза. А вот он у меня есть, друзья мои. Ну-ка, я посмотрю, пошуршу у себя. А, ребята, он у меня есть. Вот он, он у меня есть. Я, кстати, давно и не пользовалась. Да, вот она, это Эссенза. Жордани Голд Эссенза у меня есть. Но я бы так его не узнала. Он звучит ярко. А, кстати, Бергамот, цветок апельсина, белые цветы, древесные ноты. Но мне здесь еще, знаете, такое амбра, древесные ноты, такие прямо яркие. Интересно-интересно, очень интересно. Как вы думаете, как я справляюсь, пишите, но вот в слепом затесте, вот представляете, я вот как-то, ну, этот аромат, я не удивлена, я редко им пользуюсь, а вот Лан Ван Роуз, это меня прям удивило. Так, пятый аромат у меня нанесен вот на такую бумажку. И, кстати, знаете, на работе сидела, вот нанесла и вот сразу между делом писала первое ощущение. Сейчас мы нанесем на блотер, на новый. кстати, на руку тоже наносила. Осталось как-то немножко такая вот, знаете, вот последний аромат для меня, он показался тяжеловатый какой-то, я не поняла немножко, что это такое, но сейчас попытаюсь объяснить. У меня записи есть, что я написала? аромат, знаете, он холодный какой-то такой. Я здесь ощущаю, как будто бы вот пудра, мускусно-древесное направление. Вот такое что-то, такое древесно-мускусное. Как будто спил дерево, и мне этот аромат похож вот на мужскую какую-то композицию, ну, наверное, какой-то унисекс. Может быть, даже это и чисто мужской аромат, но сейчас мужские ароматы и женские. В общем, что я себе написала? Меланхоличный, мускусно-древесный, почулистый аромат. Почулистый. Почулистый. Так что я себе еще писала? По нотам. По нотам, что я здесь писала? Бергамот, зелень, древесина, ветивер, и, возможно, вот из древесины кедр, ну, либо сандал. Ну, и я предполагаю, что здесь может быть какой-то цветок, опять же, это может быть жасмин, но он не сладкий, потому что некоторая такая индольность присутствует, знаете, такая, ну, не роли, а вот, нет, не роли, но что-то такое холодное есть, не сладкое. Этот аромат у меня своеобразное ощущение, вызывает не радости, не какого-то, даже не знаю, на что он мне похож. Он какой-то суховатый такой, какой-то не шлейф его мне показался. Очень интересно, но он мне почему-то не впечатлил, он мне меньше всех понравился из этой композиции. Давайте посмотрим, что здесь такое. Номер 5. Вскрываем. Номер 5. Опачки! Это есть Lauder аромат Modern News, на который я давным-давно смотрела. Он, по-моему, у меня даже есть в избранном заказе на Родеву. Знаете, почему у меня выбрано? Потому что я искала аромат схожий с Нарсисса Родригес и он, по-моему, тоже что-то там устоял похож. Но вот так бы мне он вообще не похож на него. Там, кстати, много стоит лайков, что он похож. Я как бы я этот аромат искала, хотела себе его в слепую купить, но вот видите, кстати, заявлено как бело-цветочное. А что это в белых цветах? Давайте посмотрю патьяну. А, тут кстати, жасминов много, лилии, жимолости. Кстати, много белых цветов. Кстати, почули есть. Очень интересно, очень интересно. Вы знаете, не буду я себе его брать. Вот он у меня лежит в избранном, что-то не хочу. На Нарсисса Родригес у меня точно не похож. Хотя его, я точно знаю, на фразантике его сравнивают с Нарсисса Родригесами. Славли Сара Джессика Паркер сравнивают, но у меня есть Нарсисса Родригес Фухио в парфюмерной воде и в туалетной воде. Они намного красивее звучат. У меня есть Сара Джессика Паркер от Левант фирменный. Тоже он мне нравится. Там лаванда есть, ну вот здесь лаванды нет. Тут есть цветочные ноты какие-то, знаете, такие, не конкретные, а просто цветочные. Ну, я не впечатлена, я такое не хочу, для меня он грустный. Может быть, разношу. Ну вот я сегодня наносила на себя, но мне он не остался. Все-таки Сара Джессика Родригес для меня в этом плане выигрывает. Вот такая сегодня у меня была подборка из пяти ароматов. Что скажу, резюмирую. По поводу Квадер Бушарон. Я читала про него, это не мой аромат, от Левантик буду, может быть, носить. Ну, кстати, большой, щедрый от Левант. Огромное спасибо, что есть возможность познакомиться. Для меня в этой подборке оказался очень интересный аромат от под номером 2 Сирень Бракар. Действительно классное звучание на эту стоимость. Это вообще потрясающе просто. 350 рублей, это просто купить очень много и много. Аромат 3 Ланван Роуз. Я вообще его не узнала, он у меня есть, я его слышу по-другому. Здесь он какой-то тропический, как будто бы здесь много сладостей, сладких цитрусов. Супер просто. Достану сегодня же свой. Я по-другому его ощущаю. Я снимала несколько раз обзоры, я его ощущаю более спокойным, кисленьким. Там для меня больше лимон, чем мандарин с апельсином, а здесь прям сладкие цитрусы. Так, эссенза у меня тоже есть, надо достать, редко и уношу, даже вот я ее не вспомнила. Интересный аромат на тему яркого, тоже сладкого жасмина. Ну и последний аромат Modern Muse, который сравнивают с Narcisse Родригесом, минус одной хотелкой. Смотрела этот аромат, как бы, хорошо, спасибо, поношу, может быть, он в шлейфе будет как-то приятно звучать, но все равно в любом случае для меня это интересный опыт. И, кстати, если вы хотите, пишите мне на почту, присылайте мне тоже слепые затесты, вот всего лишь несколько отливантиков и мне были, что вам рассказать, снять, познакомиться и, в общем-то, взаимное такое взаимодействие со зрителями. Благодарю всех за просмотр, жду вас в комментариях, все интересные и полезные ссылочки под этим видео. Всем пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok